Здравствуйте, это компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Вот мы находимся в прицепе. Хобби Престиж 720К WFU. Тут уютно, тепло, а за бортом декабрь месяц, третье число, зима в полном разгаре. И температура где-то там минус 6, минус 7. Вот наступили холода. А в прицепе 23-24. И сейчас я хочу вам рассказать про систему автономного питания. Я хочу напомнить, те кто не знает, система автономного питания это важнейшая дополнительная опция для России, которая позволяет эксплуатировать и отдыхать с прицепами-дачами в России гораздо интереснее, лучше, чем в Европе. Потому что, еще раз напоминаю, в Европе система отдыха с прицепами напоминает приблизительно схему движения самолета из аэропорта в аэропорт. То есть, если самолет может вылететь только из аэропорта и приземлиться только в аэропорту. Аэропорты все одинаковые, все у всех прямо перпендикулярно, у всех все хорошо и замечательно, но не более того. Драйва, интриги, неожиданности в Европе нет. А в России драйв, интрига и неожиданность есть. Но чтобы были в России эти драйв, интрига и неожиданность, чтобы было комфортно везде и всегда, и чтобы мы могли остановиться с прицепом там, где вы захотели, а не там, где показывают пальцем. При цепе должны быть системы жизнеобеспечения, которые позволяют вам существовать автономно, без внешних источников энергии и без внешних источников подключения воды. То есть, вот увидели, едете, едете, увидели очень красивое место, остановились и отдыхаете там. И таких мест в России значительно больше, чем в Европе. Но вот система автономного электропитания позволяет вам быть независимым, позволяет вам отдыхать гораздо интереснее, чем все остальные. И другими словами, позволяет вам быть путешественником, а не туристом. Но сейчас я хочу остановиться на ошибках людей, которые самостоятельно эти системы автономного питания, я имею в виду по электричеству, пытаются как-то усовершенствовать или поставить что-то другое. Значит, сейчас этот сюжет посвящен именно дополнительному аккумулятору, который подключается к этой общей системе электропитания. Значит, на заводе, при установке системы автономного питания, или если это ставит дилер, и вы ничего не сказали, не обозначили, то есть до того, как этот прицеп приобретен, потому что если прицеп приобретается уже конкретным человеком, и человек заказывает систему автономного питания, мы все время людям рассказываем, что лучше поставить, какой аккумулятор лучше поставить, сколько аккумуляторов должно быть в том или ином принципе, один или два. Но, если вы уже имеете прицеп, в котором установлена система Autark Pocket, это система автономного питания, как правило, стоит один аккумулятор, который, в общем-то, позволяет снабжать электроэнергией весь ваш дом на колесах. Так вот, аккумуляторов бывает два вида. Значит, первый вид всем хорошо известен. Это те аккумуляторы, которые устанавливаются в автомобиле, то есть их 99,9%. Это так называемые стартовые аккумуляторы, которые в короткий промежуток времени позволяют развить большую мощность так, чтобы раскрутить ваш двигатель с помощью стартера, и он завелся. И эти аккумуляторы, они в связи с тем, что они очень сильно распространены, они дешевле, чем все остальные. И поэтому завод Хобби ставит именно их, ну, потому что их много везде. Да, они дешевые, и чтобы удешевить это дело, ставят. Поэтому, если вы купили прицеп системы автономного питания, то, скорее всего, у вас будет стоять вот этот так называемый стартовый аккумулятор. Ну и представьте, вы купили прицеп, пригнали, и вы хотите поставить второй аккумулятор. И кто-то вам насоветовал, что нужно ставить не стартовый, а тяговый аккумулятор. Я сейчас приблизительно вам объясню разницу между стартовым и тяговым на примере спорта. Вот есть бегуны на очень короткие дистанции. Их задача пробежать короткий промежуток времени очень-очень быстро. А есть бегуны, так называемые кроссовые. Их задача пробежать не так быстро, но очень долго. То есть 6, 10, 20 километров они бегут, 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 бегут. И в итоге их задача пробежать 2. А есть бегуны на 200 метров, быстро, но коротко. А есть бегуны на 20 километров, это кроссовые. Также отличаются аккумуляторы. Есть стартовые аккумуляторы, это бегуны на короткие дистанции. Им нужна очень большая мощность, но на короткий промежуток времени. А есть тяговые аккумуляторы. Это бегуны на длинные дистанции. Им не нужна супер-сверх большая мощность, но нужно, чтобы они без подзарядки работали очень-очень и очень долго. 3, 4, 5, 6 до недель. И, естественно, вам в прицеп посоветуют поставить вот именно этот тяговый аккумулятор. Потому что у вас же в прицепе нет двигателя, стартера. Зачем вам большая мощность на короткий промежуток времени? И вы ставите вот этот вот тяговый аккумулятор вместе со стартовым. И у вас получается 2 разных аккумулятора. И после такой ситуации, как правило, к нам звонят люди и спрашивают, а почему я поставил второй аккумулятор, а стало хуже? То есть хотел как лучше, а получилось как всегда. Это происходит из-за того, что человек не знает, какой у него стоит аккумулятор, а скорее всего у него стоит стартовый аккумулятор. И он к стартовому аккумулятору ставит вот этот тяговый аккумулятор. То есть в одной системе получается 2 разных аккумулятора. В итоге что происходит? Когда вы его заряжаете, один аккумулятор заряжается быстрее, другой медленнее. И когда один из них полностью заряжен, то зарядное устройство дает команду на отключение зарядного устройства. В итоге один зарядился на 20%, другой на 100%. После того, как вы отключаете, происходят процессы, с помощью которых в одном из аккумуляторов полностью теряется емкость. То есть один аккумулятор можно просто выбрасывать. Поэтому, прежде чем устанавливать второй аккумулятор, разберитесь и посмотрите, какой у вас стоит основной. Если у вас стоит основной стартовый, то нужно поставить вторым тоже стартовый той же емкости. Но это не является 100% решением проблем увеличения мощности. В идеале должно стоять два абсолютно одинаковых мощных тяговых аккумулятора. Поэтому, если вы хотите нарастить мощность, хотите нарастить энергоемкость вашего прицепа, или дома на колесах, вы убираете стартовый аккумулятор, если он у вас есть, и вместо него покупаете два одинаковых тяговых аккумулятора. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу установки дополнительного аккумулятора в прицеп. Гораздо больше информации об этом и много-много информации об эксплуатации прицепов вы найдете на нашем сайте domvdorogu.ru. Чтобы туда зайти, достаточно просто в любой поисковой системе набрать на русском языке «дом в дорогу» и по первой открывшейся ссылке кликнуть. Либо в адресной строке латиницей «domvdorogu.ru». Напоминаю, что те, кто хочет купить дешевле автодома, речь идет сейчас об автодомах, то есть автомобилях в жилых модулях. У нас открыта новая услуга «Сопровождение». Эта услуга позволяет приобрести дома на колесах гораздо дешевле, чем если бы вы покупали классическим способом, вот так, как это делают везде. Подробнее об услуге «Сопровождение» вы также найдете на нашем сайте. То есть ее цель заключается в том, чтобы автодома стали для вас доступнее. Заходите на наш сайт и читайте об услуге «Сопровождение». Приятных путешествий!